Здарова, народ! Это видео-короткий обзор стрима разработчиков по версии 2.6 Ханкаиста Рейл. Также обзор нововведений и обновлений, которые нас ждут с выходом этой версии. Многим этот патч показался максимально проходным, и я в целом с этим согласен, потому что объёмы ивентов, локаций, quality of life в грядущем 2.6 скуднее, чем нам показывали в предыдущих. А насколько это правда или неправда, пишите в комментариях после просмотра этого видео. Но перед началом не забудьте закупиться нефритом на вкусные рераны в версии 2.6 по ссылке в описании. Донатов нет, сервис проверенный временем, а в нём вы сможете пополнить Steam или другие игровые платформы с самой низкой комиссией. Ну а по ХСР вы просто зайдите по ссылке и посмотрите, дешевле нефрита и пропусков снабжения вы ещё не видели. Предоставлять ваши персональные данные не нужно, пополнение идёт по вашему ID. А ещё моя ссылка даёт 5% дополнительной скидки на первую покупку. Донатить в игры теперь просто, ведь с донатов нет, донаты есть. Итак, начнём с персонажей и реранов. В первой половине нас ждёт раппа Мнима Эрудица и неожиданный реран Пожирателя Луны. Довольно грустно на фоне второй половины, потому что там нас ждёт реран Ахерон и Авантюрина, о чём многие трубили чуть ли не за месяц до этого момента. Согласитесь, в связи с такими реранами довольно грустно выглядит первая половина. Ну а четвёрки это Рысь, Юй Кун, Сюэй в первой половине и Март 7 Сампо и Пело во второй. По конусам, помимо Сигн, в первой половине нас ждёт в четвёрках после Затишья Гармонии Эрудица. Как раз-таки неплохой конус для раппы, если Сигна не выпадет. Под Голубым Небом и новый конус Господина Реки, Монтаж Грёз на Изобилие. Во второй половине четвёрка Сигна Сервал, четвёрка Сигна под Ахерон, ну и четвёрка с Март 7, первый день моей жизни. Видимо, под Авантюрина или ту самую Март 7. По привычным нам событиям. Материалы для возвышения раппы, двойные планарки, двойные чаши-листы. Также будут новые сеты реликвий, о которых мне пока официально нельзя говорить, дабы не словить страйк от версов. Будет одна новая локация, Академия Оригами, поделённая на несколько частей, включая учебный корпус, кампус, ярмарку и вот всё типичное универно-академическое. Новых мобов мы получим в лице труппы Сладкие Грёзы, которые переносят мем-вирус, внушающий идеи баюнановой обезьянки и доктора Примитива. А вот по новым оригинальным событиям нас ждёт ивент Музыкальная Охота Свиток Ниндзя, где мы будем под музыку в тайминге прожимать наши кнопочки, а также составлять свои музыкальные композиции. Это основной ивент версии, ибо за него мы получим бесплатно новый ивентовый конус, а также рамочку для чата. Ещё будет ивент Сампа, где мы будем обменивать в лавке Сампа предметы и получать награды. Аналогичный ивент уже два раза проходил в Zenly Zone Zero, и вот теперь он добрался и в ХСР, даже с похожим названием. Также камбэкает ивент с поручениями от Бутхила, где опять же ничего делать не нужно, отправляем на поручения персонажей, читаем кусочки лора и получаем награды. Ииии всё. То есть буквально какой-то новый оригинальный геймплей нас ждёт в музыкальном ивенте на всю версию. Ладно, на самом деле я утрирую, нам ещё в виртуалку добавит очередной новый режим. Герта вместе с остальными добавила новый алгоритм в устройство расширения. Область неопознанного. Учёные, гении и наследство Руперта Второго затягивают, словно водоворот. Определённо это контент для Синга и его лорной рубрики. Ожидаем выжимки и шизотеории. Лично я недопрошёл ещё и золото с шестерёнками, ибо устал от этих бесконечных вариаций виртуальной вселенной. Но разумеется, это моё личное мнение. Я прекрасно понимаю, что есть куча людей, кому этот контент нравится чуть ли не больше всего в игре. И я не осуждаю, а наоборот порадуюсь за вас. Ну и наконец, одна из самых приятных фич в этой версии, это то, что в магазине Герты у нас появится три вида конусов, которые когда-то мы бесплатно получали за ивенты. Ивентовый Серебряного Волка, ивентовый со страшилок Хо-Хо, и ивентовый для Зарянки. Наконец-то я смогу забрать себе конус на Волка, про который мне часто писали в гайдах на персонажей Небытия. Для сравнения. Ведь он есть у всех, Сворд, как так? Да, теперь он будет действительно у всех. А в общем-то, это и всё. Разумеется, на неделе разработчики будут вываливать больше подробностей по грядущей виртуалке, ивентам, конусам, реликам. Но это всё будет потом. А сейчас у меня получился максимально самый короткий обзор стрима разработчиков, которого раньше вообще не было на канале. И это не я такой, это реально стрим такой. В телегу, кстати, скидывал информацию о том, что на японском, корейском и китайском языках были свои чибики. И там был даже скрюл. У нас был Рацо и Герта. Делитесь вашими впечатлениями по стриму. И напомню, что в закрепе висят промокоды. Успейте их активировать до вечера субботы. Иначе они станут неактивны. Ну и по традиции, прошу прожать лайк и подписаться на канал. А также в мой телеграм. Отдельно выражаю благодарность моим лучшим зрителям на Бусти. Спасибо за ваше внимание и увидимся на канале SWORD TV.